Говорит Спортруппер и сегодня мы поговорим о какие велосипедные бренды являются российскими. Погнали! Почему мы прямо сейчас про это говорим, ни для кого не секрет. Дело в том, что российские велосипедные бренды сейчас будут все более и более популярны в нашей стране по следующим причинам. Первая причина и это ценовой сегмент. Российские велосипедные бренды, это скажем так традиционная история, чаще всего находятся либо в низком, либо в среднем ценовом сегменте. И поскольку цены стали абсолютно на все без исключения дороже или становятся сейчас потихоньку, то велосипеды здесь безусловно не исключение. И вот как раз таки продукция начального и среднего ценового сегмента сейчас будет все более и более популярной. Кстати, не особо важно в какой стране эта продукция произведена. Вторая причина и это заинтересованные лица. Да, это может довольно странно звучит, но на самом деле от того, какие лица управляют брендом, зависит также и развитие этого самого бренда на территории локального рынка. Как вы помните, я много раз говорил, что успех того же любого зарубежного велосипедного бренда на российском рынке зависит не только от самого бренда, а также и от представителя, который находится на территории нашей страны. Так вот, поскольку конечные выгодополучатели от российских велосипедных брендов являются граждане России или не граждане России, ну короче, те люди, которые около России, значит, они будут просто экстра мотивированы делать свой продукт более конкурентным на нашем рынке. И третья причина это центр принятия решения. Этот термин я никогда не использовал, и он появился вот-вот, когда многие зарубежные компании просто решили уйти с нашего рынка, причем не только по экономическим причинам, а также и по политическим. Так вот, российские компании сами за себя принимают решения, и у них нет никаких там политических подтекстов уйти с нашего рынка, потому что уходить-то некуда. И вот я обозначил три основных правила, и вы можете легко заметить, что здесь нету наверняка очевидного правила под названием «Наши бренды дешевле». И я вам скажу то, что это правило не является аксиомой для всех велосипедных брендов из России. Многие компании заказывают либо комплектующие, либо велосипеды целиком, все равно из-за рубежа. А поскольку рубль просел, значит и комплектующие, и велосипеды целиком становятся дороже без исключения. Ну ладно, теперь перейдем непосредственно к брендам, которые мы сегодня с вами рассматриваем. И вот в сегодняшнем видео мы разберем больших игроков, которые имеют производство либо полного, либо полуполного, либо сборочного цикла. Возглавляет всю эту катавасию, конечно же, компания «Стелс», которая имеет несколько больших и современных заводов по производству велосипедов на территории России. «Стелс» производит как алюминиевые, так и стальные велосипеды, причем они охватывают практически весь бюджетный сегмент. Кроме того, у «Стелса» есть саббренд под названием «Десна», и это велосипеды еще более бюджетного ценового сегмента в сегменте горные велосипеды. Далее у нас идет второй гигант под названием «Форвард», который имеет завод в Перми. За последние года-два ребята серьезно бустанулись и начали хорошо качать свои бренды на территории России. Компания осуществляет не только производство, но также и сборку не только своих, а также и других брендов. Но об этом немного позже. В основном арсенале компаний есть аж два бренда, первый из которых «Форвард». Это, по сути, бюджетный сегмент горных и других велосипедов с комплектующими из Китая. Причем компания «Форвард» является поставщиком комплектующих под названием «ЛТУ», которые они, собственно говоря, и пихают во все свои бюджетные велосипеды. А второй бренд компании – и это формат, который нравится многим людям за счет того, что все же пермики стараются сделать из него качественный велосипед среднего сегмента. Причем они используют достаточно дорогостоящие комплектующие от того же «Шимана» и «Срама», поэтому я думаю, что с этим брендом реально будут проблемы как минимум в этом году. И, кстати, мало кто знает, что на заводах «Форварда» собирается и львиная доля велосипедов в сети магазинов «Декатлон». Да, ребят, я уже давно владею этой информацией и очень хочу вам рассказать, но мне нужно сейчас актуализировать данные, что вообще происходит с «Декатлоном» и продолжают ли они эту практику. Третий большой игрок на российском рынке – и это калининградский завод «Велобалт», который на своих мощностях собирает бренд под названием «Стингер». Завод выполняет, по сути, сборочную функцию комплектующих из Тайваня и Китая, и это очень сильно сокращает издержки на ввозные пошлины, а также на логистику. «Стингер» в последнее время нравится очень большому объему людей, но я вам хочу сказать то, что этот бренд 100% ожидает сильное увеличение цен. И это связано с тем, что «Стингер» чаще всего стараются использовать только дорогостоящие комплектующие, а с ними сейчас будут не только ценовые, но также и логистические проблемы. Четвертый игрок – и это бренд «Старк», который имеет производственные мощности в городе Псков. Они также, как и «Стингер», собирают свои велосипеды из комплектующих, которые поставляются из Китая и Тайваня. И на самом деле это вообще не маленький бренд, который уже существует на рынке более 20 лет. И отдельно хочу отметить пятую компанию под названием «Шульц», которая собирает свои велосипеды только уже из китайских комплектующих на мощностях питерского завода. Они немного меньше, чем вышеперечисленные игроки, но ценовой сегмент у их велосипедов тоже немного выше. Они делают, безусловно, качественные и во многом необычные велосипеды, и я даже про них недавно сделал отдельный выпуск, поэтому переходите по подсказке и смотрите. В следующем видео, которое я выпущу буквально через пару дней, я расскажу про огромный пласт сетевых игроков, которые заказывают велосипедные бренды исключительно под себя и их продают в своих магазинах. Если бы я вставил информацию в это видео, то оно бы получилось просто адски грузным, поэтому я решил разделить на два равноценных ролика. Не забывайте подписываться не только на YouTube-канал, а также на все другие социальные сети. Я специально все ссылки оставляю в самом верху описания, а также обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Я это просто обожаю. А с вами был Спортрубар, и всем пока!